Вот если мы хотим ленту времени не только с картинками, не только с текстами, а что-нибудь побольше и получше, с каким-нибудь другим интерактивом, то можно порекомендовать здесь сервису Тори. Это хороший онлайн-сервис, который дает большие возможности для создания лент времени. Более того, в этих лентах времени вообще не нужны даты. То есть вы расставляете блоки с информацией, вот как сейчас у меня на экране, расставляете эти блоки в свободном порядке, в таком, в каком хотите. Вы можете в каждом блоке прописать дату, а можете это вообще не указывать. Просто зритель, читатель будет по порядку смотреть на ваши блоки и таким образом знакомиться с историей. Поэтому вот эта вот лента времени, она больше напоминает, наверное, лонг-рид, такую мультимедийную публикацию. Она одновременно и лента времени, и статья. Поэтому вот первая ссылочка – это вот именно такой вот хронологический подход к созданию ленты времени. А вторую ссылку я вам сейчас отправлю про белого медведя. Это уже подход такой в виде статьи. Здесь я уже не опиралась ни на даты, ни на какие-то хронологические события. Здесь я просто по порядку расставила события, как посчитала нужно. Вот, две ссылочки. У этого сервиса возможности бесплатные распространяются на 14 дней. То есть в течение двух недель вы можете пользоваться всем функционалом этого сервиса абсолютно бесплатно. Потом функционал немножко урежется. Но я нашла очень хороший, совершенно законный, легальный способ, как можно продлить этот замечательный период. Вот, в самом конце расскажу и покажу, как это делается. Давайте посмотрим на функционал, сразу оценим возможности, нужно нам это или нет. Итак, вы получаете на входе после регистрации просто белое полотно. В центре будет ось, на которую будут нанизываться события. Справа и слева по очереди. Одно справа, второе слева. Чтобы их создавать, нажимаем на плюсик. Просто щелкаем по этой оси, появляется первый плюс. И открывается вот такое меню из серии, чего изволите. Здесь список всех блоков, которые можно добавлять на эту ленту времени. По заголовок, естественно. А дальше все возможные варианты. Тексты, картинки, видео, аудио, файлы можно прикреплять, ссылки, викторины. Можно создавать игры, например, найди пару. Добавлять блок по принципу, знаете ли вы, то есть какие-то интересные факты. Если ваши пользователи зарегистрируются, то вы можете создать форум. И там с ним что-нибудь пообсуждать, как чат. Либо просто провести опрос можно. Ну и в конце, куда уж нам без этого, это поле библиографии. Где вы можете написать список использованных источников, какие-то веб-ресурсы, которыми вы пользовались при создании этой статьи. Что здесь можно сказать? И видео. Видео загружается по ссылке с YouTube. Все остальное загружается с компьютера. Картинки, аудио, файлы. Игры викторины создаются в режиме онлайн. Выбираете любой блок, щелкаете по нему и открывается наш конструктор. Здесь конструктор очень похожий у всех блоков. Ну вот три на выбор я выбрала. Текст, занимательный факт, знаете ли вы, и викторину. Если посмотреть, здесь блок примерно одинаковый. То есть у нас есть какие-то варианты для форматирования. Жирный шрифт, наклонный шрифт, список и так далее. Цветовым оформлением можно выделять блоки. Например, блок, знаете ли вы, зелененький, а викторина фиолетовая. А цвет вы можете менять. Далее, что здесь еще? Можно прикреплять медиа. То есть внутрь текста, например, вставить картинку. И внутрь викторины вставить картинку. И не только картинку. Можно какое-нибудь видео, например, добавить. Прямо внутрь текста вставить. И получаются очень интересные блоки. Очень такие красочные, понятные. И информации, если у вас много, и вы не знаете, как это все использовать, то вот хороший вариант. Точно так же все остальные блоки. Я просто уже не стала все их показывать. Они все примерно вот так и выглядят. Выбирайте их окраску, заполняете шаблончик, сохраняете это все. И тут же все видите, как у вас выстраивается. Мышкой вы можете менять ваши события на ленте времени. Просто перетягивать их вверх или вниз. По этой оси. Теперь самое интересное. Если две недели закончилось, что делать дальше? А дальше вступает в силу знаменитая пословица «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Сервис предлагает продлить этот аккаунт бесплатный еще на месяц, на 30 дней. Если вы пригласите в этот сервис трех друзей, вам нужно ввести адрес электронной почты вашего друга и нажать на кнопку «Invite». И так три раза. После этого ваш аккаунт автоматически продлевается еще на месяц. Причем без разницы, будут ваши друзья работать в этом сервисе или не будут. В любом случае, если вы введете актуальный адрес электронной почты, рабочий, то получите еще 30 дней бесплатного тарифа. Когда он закончится, вы можете найти еще трех друзей и продолжить работу. Вот таким образом есть хорошая возможность продлить вот эту бесплатную версию совершенно просто, без каких-то финансовых вливаний. Вы можете, у вас много электронных ящиков, сами себе послать приглашение. Вот так уже между нами. В общем, если вам сервис понравился, можно к нему присмотреться. Действительно, очень хороший, достойный вариант для работы. Продолжение следует...